Новости прилетают стремительно, что способствует стремительному созданию обзора LUMION 10. И я обо всем стремительно подробно. Всем привет, с вами Джонник Икс. Перед нами главное кнопка программы. Пока еще актуальна пробная 10 версия программы, которую можно скачать с официального сайта, всего лишь заполнив форму. Из минусов. Эта версия пробная и здесь это играет свою роль. Что ж, посмотрим, разберем и оценим новину. Главное окно программы встречает нас без какого-либо декора или оформления, который был в прошлых версиях. В соответствии с системным требованиям получил название скорость компьютера. Кстати, порадал тот факт, что конфигурация моего компьютера в этой версии получила больший рейтинг, нежели версии 8.5 и даже 8.0. Возможно, из-за обновления данных из FaceMark, на которые отсылает LUMION на самом сайте. В остальном же основные разделы остались на месте. Открываю новый проект. Кнопка «Новый». Здесь предлагается выбор шаблонов, который ранее был на главном экране. Открою самый простой. Итак, в отличие от главного экрана, внешне окно редактора проекта не изменилось. Сверху скрыты слои, которые можно зафиксировать. Панель инструментов и режимы проекта остались также на своих местах. А что нового? Высококачественный предварительный просмотр. Позволяет посмотреть картинку, которая будет на выходе. Для этого нужен готовый проект. Раздел «Видео». Здесь создан один ролик с настройками стиля «Ночь», но переработанными для конкретного примера. При воспроизведении ролика, качество картинки остается на уровне редактора. Однако, остановим ролик. Можно активировать высококачественный предварительный просмотр, всего лишь нажав на «Окно просмотра». Удобно и практично. Отображение смещения. Рельефная и детализированная текстура. Для этого нужен импортированный объект. Панель инструментов, раздел «Материалы». К поверхности выбирается библиотечная текстура. К примеру, изнаружи. Повторное нажатие по поверхности раскрывает свойства текстуры. Здесь появилась такая строка, как «Водоизмещение». Она придает объем поверхности. Однако, стоит учитывать, что новая функция доступна не всем текстурам. Пользовательские материалы библиотеки. То случай, когда новую текстуру можно будет применить в любом проекте. Для этого нужен импортированный объект. Панель инструментов, раздел «Материалы». К поверхности выбирается библиотечная текстура. Изменив параметры текстуры, ее можно сохранить в пользовательской библиотеке, добавив нестандартные материалы. Стили художников с использованием нейронной сети. Смешивает изображение проекта со стилями, получая на выходе произведение искусства. Осторожно, необходимо наличие не менее 16 гигабайт оперативной памяти. Проект с объектом есть. Далее «Фото», «Создать фото». Слева через кнопку «Экликс» попадаем в инструменты. Стили художников находятся в разделе «Художественный 2». AI, Artists, Styles. После появления инструмента, остается выбрать стиль и размер картинки на выходе. Пример студии. А это пример объекта побольше. Рисование и размещение. В дубляже краска размещения. Размещение растительности посредством рисования кистью. Очень удобная функция, уже как 5 лет использовавшийся в Тинмошен, наконец-то и в Lumion. Правда, здесь разработчики пошли дальше. Оставив массовое расположение элементов, к одиночному размещению добавили размещение кластера элементов и размещение краски. Сделав процесс наполнения сцены объектами еще приятнее. Ландшафтный резак. В программе не русифицирован и называется Landscape Cutter. Название говорит само за себя. Дополнительные инструменты. Landscape Cutter. Размещение в два клика мыши. Вызывает вопрос, цвет вырезан, но это скорее всего фишка пробной версии. Управление клипом. Для этого необходимо зайти в видео. При создании ролика в помощь горизонталь, уровень глаз, фокусное состояние и просто высота. Но главным множеством можно назвать скорость ролика в начале или конце. Теперь возможно сохранить скорость постоянной на всей длине ролика, либо добавить ускорение в начале и замедление в конце. Северное сияние. Уже что-то эксклюзивное. Для работы с инструментом необходимо создать видео или фото. Кнопка FX. Раздел неба. Из параметров доступны яркость, цвет, скорость и время смещения, масштаб и заголовок. Фото соответствие. Наложение 3D модели здания на фотографию. По сути смелая попытка отобрать часть работ у программы обработки фотографий. Для работы с инструментом необходимо создать фото. Кнопка FX. Раздел камеры. После загрузки фотографии с помощью ориентиров корректируется поверхность под здание. А масштаб добавляемого объекта совершает наложение модели на фото. Как результат? Высокодетализированная природа. Настоящие ночные небеса, картовый сут, новые объекты и материалы не попали в разбор по причине ограниченности пробной версии. Потому что их там, как бы, нет, они скрыты. Хотя, на мой взгляд, могли бы предоставить полную пробную версию, даже если бы пришлось сократить период использования. Ведь часть новшеств попросту оказались недоступны для ознакомления. Вот такой вот он, новый Lumion. А что скажете вы о новинке? Способна ли она создать достойную конкуренцию другим программам визуализации? Оставьте свое мнение о новой версии. На этом же обзор подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok